В самом тексте Шримад Бхагавата мы встречаемся с текстами, в которых прославляется Шримад Бхагавата. И это похоже на рекламу. Недавно в Индии я смотрел телевизор, как вредные давали лекцию. Как они проповедовали. Немного странно это выглядело, потому что лекция по Бхагавадгите прерывалась рекламой. В середине лекции по Бхагавадгите появляется реклама, в которой какая-то женщина танцует. Танцовщицы, в которых принимают участие в этой рекламе танцовщицы. И в международных авертисментах они продемонстрируют телевизор. Это телевизорный канал. Так же рекламируются различные телеканалы. Смотрите канал Star Plus. Та-да-да-да-дам. И они рекламируют все это, потому что преследуют определенную цель. То есть их цель рекламы. То есть деньги, которые находятся в ваших карманах, они хотят выудить и положить себе в карман. Рекламируют пену для бритья. Говорят, если вы будете пользоваться этой пеной, то вы сразу станете суперменом. Если вы будете пользоваться этой пеной, то ваша жизнь станет незабываемой и насыщенной различными событиями. Все женщины будут у ваших ног. Единственное, что вам нужно, это потратить 3 доллара, купить эту пену для бритья. И ваша жизнь станет удивительно чудесной. В этой рекламе они рекламируют, что эта пена будет полезна вам, пронесет благо вам. Но на самом деле они думают не о вас, а о себе. Вот эта реклама Шримад Бхагатам не преследует никакие материальные цели. Шримад Бхагатам говорится, что чтение этого писания принесет благо читающему. Но не нужно думать, что тот, кто произнес эти слова, он ожидает что-то получить взамен от этого. Шримад Бхагатам предназначен для тех, кто свободен от зависти. Шримад Бхагатам поведали и пересказывают великие мудрецы Вьяса, Шука, Сута и так далее. Которые полностью свободны от зависти. Иными словами, им ничего ни от кого не нужно. Они наоборот хотят дать людям то, что принесет им благо. И не даруют людям дар Шримад Бхагатам, который помогает человеку избавиться от зависти. Здесь говорится, что Вьясадева называют его неврити ниратам. Что он был погружен в самосознание. Он не пытался наслаждаться этим материальным миром. Использовать его в своих целях. Он старался развить отрешенность к этому миру. Ведические писания дают указания, как для тех, кто следует по пути неврити марга, так и для тех, кто следует по пути праврити марга. Праврити марга, следование по пути праврити марга позволяет удовлетворять материальные желания тех, у кого они сохраняются. Однако постепенно этот путь в конечном счете также приводит к отречению. Продвинутых преданных не интересует чувственное удовольствие. Их интересует только служение Кришне. Продвинутых преданных не интересует праврити марга. Большинство людей занимаются именно удовлетворением чувств следуя по пути праврити марга. Но цель жизни можно достичь только идя путем отречения неврити марга. Даже на самом начальном уровне преданные, оказывается, встают перед выбором. Служить, так сказать, наслаждаться ли, быть ли им смай или предаться Кришне. Поэтому таких преданных называют пракритабактами, материалистичными преданными. Есть разница, безусловно, между продвинутыми и начинающими предными. Те, кто ведет путем неврити марга, не проявляет интереса к чувственным наслаждениям. Его интересует только одно служение Кришне. Неврити means to become withdrawn from activities for so-called material development. Неврити значит перестать заниматься той деятельностью. Следование пути неврити марга подразумевает перестать заниматься той деятельностью, которая приводит к материальному благополучию, к материальному развитию. То есть, разница между взаимы, которые ставят вCo, и те, кто не было, они обвинуты в Бхабхагар-гита. Харибу! У тебя спорили у меня класс. Ты силилась всю лекцию! Она была улыбкой всю ночь. Она была улыбкой всю ночь и после чего я брала ее, я снял ее. Она всю ночь трудилась, тяжело трудилась, готовила эти джагонатки, но когда она пришла, я ее за это обругал. Преданных ведь не интересует чувственное удовольствие. Их интересует только служение Кришне. Ну а с чего начинается это служение Кришне? Кто сказал с языка джагонат? То есть в разных местах по-разному отвечает этот вопрос. Сейчас мы будем служить Кришне слухом, а потом немножко погодя языком. Итак, преданные, которые утвердились на пути невритимарга, о них как раз говорится в Бхагавадгите. Тот, чей разум утвердился и направлен на достижение одной цели. Кто-нибудь знает продолжение этого ишлоки, этого текста? Нет. 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 На санскрите сначала. Разнеситесь. Пройдите в четвертые слова. Пришла? Япаса. 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 Это журналист в этом. Бхагавадгита. Многоветви с разумом тех, кто нерешительный. Когда человек становится слугой Майи, у него появляется очень много различных желаний. Но когда человек сосредотачивает Своим на Кришне, у него остается только одно желание — удовлетворить Гуру и Кришну. Кто-нибудь может переводить этих строчек? Нет, это не тот куплет. Это уже второй куплет. Гуру Муха. Гуру Муха — это не освобождение. Гуру Муха — это лицо. Слова — это вакья. Гуру Муха — это вакья. Слова исходящие из лодоственных уст духовного учителя. Гуру Муха — это вакья. Гуру Муха — это как Вакья — это вакья. Гуру Муха — это сердце. Мы должны поместить их в Своё сердце, сделать единым Своим сердце. В русском переводе звучит это по-другому. Должны очистить мое сознание. То есть необходимо желать только одного – служить Гуру и Крещене. И тогда жизнь человека становится дачной. До тех пор, пока мы думаем, как бы нам удовлетворять свои чувства, то мы пребываем в вечном возбужденном, в таком возбужденном, раздраженном состоянии. Но если мы будем думать о том, как удовлетворить Гуру и Кришну, то мы будем полностью удовлетворены. Таким образом, в этой молитве Ямуна Ачарья, Великая Ачарья, Шри Сантрадая, обращается к Господу. Он употребляет слово «айкантик», что значит «направленный на достижение одной цели». То есть, иными словами, это означает «искренный». В Бенгалии слово «искренный», то есть, на Бенгалии искренний будет «айкантик». То есть, как бы преследующий одну цель, не «двуличный». And the opposite is «капак», which means «cheating». А антоним этого слова, «капак», значит «двуличный», «лицемерный». It means you're doing something, but you have another motive in one, like the advertisement, materialistic advertisement. То есть, иными словами, если вы делаете что-то, но у вас какие-то другие мотивы, вы преследуете иную цель, подобно этой рекламе. So, Yamuna Acharya says, «Lavantanevamuchara nyantaha», «When will I be accepted as your eternal servant?» Yamuna Acharya, обращаясь к Господу, говорит, «Когда же ты примешь меня, сделаешь меня своей вечной слугой?» Нитья Кинкарага, means eternal servant. Нитья Кинкарага, вечный слуга, вечным слугой. Кинкарага, there are different words for servant. Кинкарага means like a personal attendant. Есть много слов, которые обозначают слугу Кинкарага, это такой вот личный слуга. So, Yamuna Acharya продолжает, говоря, что «служа тебе, я смогу достичь, я обрету спокойствие ума». Otherwise, Manor, Vishanta, Mishesh, Manor, Tarantara, the mind is always changing, so many different transformations. Unlimited. Ум постоянно пребывает в беспокойстве, постоянно изменяется, трансформируется. So, when will I be very happy to be accepted? Когда же... I was accepting you as the Lord of my love. И когда же настанет этот счастливый день, когда я сделаю тебя Господином своей жизни? Sanattha, that means person with a master. Когда я стану санатхой, стану тем, у кого есть хозяин. Пропада often explained this in relation to the opposite word, anata, which means no master. Пропада часто приводил этот пример, объясняя слово анатха, то есть тот, у кого нет хозяина. Анатха means an orphan. Анатха значит сирота. Пропада often used to give the example of a street dog. Пропада в этом отношении часто приводил пример бездомной собаки. У бездомной собаки нет хозяина. И поэтому любой бросает в нее камни. Она всегда пребывает в страхе. Постоянно чего-то ищет, ищет, где бы раздобыть пищу. Но собака, у которой есть хозяин, очень уверена в себе. Она может лаять всю ночь. Мой хозяин мне позволяет, вот я лаю. И когда хозяин выходит с ней на прогулку, то эта собака начинает лаять на прохожих или на других собаках. Потому что собака уверена, у меня есть мой хозяин. Предные, конечно, не должны вести себя как собаки. И быть излишне агрессивными по отношению к другим. Предные должны быть мягкими в общении с окружающими. Однако Шила Прабхупада замечал, что джентльменом или добрым человеком в современном мире называют того, кто ест мясо, пьет вино и носит костюм. Но настоящий джентльмен – это тот, который чуток и внимателен к другим, к окружающим. Но в любом случае, приводится этот, то есть говорится о преданном, что он санадха, что он уверен в своем положении, он спокоен для себя, поскольку у него есть хозяин, у него есть господин. Поэтому в любой ситуации он чувствует себя защищенным. Он чувствует себя в безопасности. В этом случае, который имеет историю, если человеке любит себя, то есть кто-то любит получить resistance, что обещает в этот человек, Он не будет вести, как предварительно любит себя. Он смотрит с каждым человеке, что он может быть в проблеме. Он видит всякую жизнь. Он не может. Он не может быть в прошлом. Трвиху, что он видит всем. Он видит везде и все в Бхадху. Он говорит в Бхадху. Преданный уверен, что бы я ни делал, где бы я ни был, Кришна защитит меня. Вот это и есть вера в Кришну. Даже испытывая серьезные трудности и затруднения, преданный понимает, что таково стало быть желание Кришны, чтобы я преодолел эти трудности. Материалистическое представление о религии заключается в том, что человек думает, что я буду молиться Богу, и Бог будет давать мне чувственное удовольствие. Джива Госвамидас рассказывал мне, что его жена поначалу тоже была преданной, но когда семья потеряла все свои сбережения, она потеряла веру к Богу. Это означает, что вера не была крепкой, не была стойкой. Естественно, на начальных стадиях никто не ожидает, что эта вера будет стойкой. Но все мы должны постараться возвыситься над начальным уровнем. Стать сильными, утвердиться в своей вере в Кришну. Мы должны верить в то, что Кришна присматривает за нами. Мы должны понимать, что что бы с нами ни происходило, даже сами, если мы не понимаем, почему это с нами происходит, мы должны думать, что Кришна знает, что лучше для меня. Вот это более продвинутый уровень сознания Кришны. Находясь на начальном уровне, преданной находится в очень опасном положении. Поскольку его вера шатка и неустойчива, то он может пасть и уйти в сознание Кришны в любое время. Есть определенные признаки вот этого начального уровня. И некоторые из них, они описаны в Мадгуре Кадамбине. Например, человек, уверенность, излишняя уверенность, даже если человек, так сказать, не находится на начальном уровне, он считает себя продвинутым, преданным. Поэтому такие преданные не могут слушать, прислушиваться к другим, к тем, кого они должны слушаться. Разные есть такие подобные признаки. Но если мы искренни, то Кришна поможет нам занять правильное положение, предаться Ему. Быть искренними, значит, не желать ничего, кроме служения Кришне. Мы можем, и мы наверняка имеем, какие-то материальные желания, которые могут доставлять, беспокоить нас. Но если, несмотря на эти материальные желания, в глубине нашего сердца живет желание предаться Ему, то тогда Кришна нам поможет. У нас, то есть, Кришна готов нам помочь, если мы готовы воспользоваться этой помощью. Гуру, Байшнав, все предыдущие Ачарьи, они все готовы помочь нам, если мы хотим воспользоваться их помощью. Мы никогда не одиноки. Если мы повторяем Святое Имя, читающим Адбхагатам, смиренным по литвенному умонастроению, то Кришна, естественно, поможет нам. Все зависит от нашего желания, от силы нашего желания. Мы должны спросить себя, что нам нужно. Хотим ли мы Данам, Джанам, Сундарим? Нужны ли нам женщины и удовольствия, которые с ними связаны? Хотим ли мы наслаждаться общением с противоположным полом в грубой или в тонкой форме? Хотим ли мы славы, почета со стороны окружающих? Или мы просто хотим служить Кришне? Мы должны проанализировать таким образом себя. Заглянуть в свое сердце и выяснить, чего же мы хотим. Мы хотим идти по стопам Махаджан. Таких как Нарада, Вьяса, Шукадева, о которых упоминается в комментарии. Есть много других преданных, великих, таких как Махаража, Парикшат, о которых также упоминается в этом комментарии. Хотим ли мы следовать по их стопам и стать чистыми преданными? Или у нас иные планы? Необходимо определиться, чего же мы хотим. Зачем мы присоединились к движению сознания Кришна? Для чего это нужно? Если мы задумаемся и поймем, что нам не к чему стремиться, кроме сознания Кришны, тогда мы должны молить Кришну, чтобы Он нам послал этот дар. Майя очень сильна, в этом нет сомнений. И об этом говорилось в предыдущих текстах. Иногда Майю сравнивают с привидением или ведьмой, потому что она оказывает то же самое воздействие. Если на человека нападает привидение какое-то страшное, или в него вселяется какой-то злой дух, вот тогда человек начинает действовать абсолютно неестественно для себя, забыв о своем естественном положении. И что бы ни делал такой одержимый человек, он просто своими действиями будет приносить вред как себе, так и окружающим. Все он становится безумным, умалишенным. На самом деле, не нужно бояться этих привидений. Прабхата говорил, что я недоступен воздействию привидений. Бактиведанта Мэннер, который Джордж Харрисон купил специально для преданных, первоначально в этом здании размещался хоспис, то есть больница для умирающих. Там умерло очень много людей. Там было очень много привидений. И даже после того, когда туда переехали преданные, там продолжали находиться какие-то привидения. Сейчас, если вы отправитесь туда, вы увидите, что атмосфера там абсолютно трансцендентная. Но прабхата, когда он приезжал вначале, он говорил, что здесь очень много привидений. Но он сказал, что я недоступен для привидений. И преданные, вот они обретают это свойство. Они не поддаются воздействию привидений. То есть преданные не боятся привидений. Даже если они будут чувствовать, что привидения находятся рядом, то им нечего бояться. Если вы не боитесь привидений, то привидение или злой дух ничего не может вам сделать плохого. То есть они как бы действуют благодаря силе иллюзии. Если вы просто помните о Кришне, Кришна защищает вас. И просто говорите у этого привидения, убирайся. То он ничего не может с вами сделать. Майя, она подобна также привидению. Майя подходит к нам и пытается вселиться в нас, сделать нас одержимыми ей. Мы просто отвечаем ей. Кто ты? Я служу Кришне. Избавь меня, пожалуйста, от своих глупых идей. Майя будет предлагать нам какие-то различные идеи, разжигать какие-то различные желания в нас. Бхагавадгити, Кришна приводит пример рек, впадающих в океан. Подобно этим рекам желания постоянно впадают в наш ум. Однако, несмотря на множество рек, и даже если это полноводные реки, океан не приходит к беспокойству. Он остается умиротворенным и спокойным. И преданный он также остается непоколебимым, утвердившимся. Его называют то есть словом Ачала. Прабхата приводил пример, описывающий. Бхагавадхи, Очень возвышенный язык, очень возвышенный санскрит, тем не менее там употребляется, просто слово плевать, я просто отплевываю. В этом тексте говорится, с тех пор, как я стал заниматься предным служением Кришне. Выполняю это служение, я ощущаю все новые и новые трансцендентные расы. И когда в моем уме появляется желание насладиться с женщиной, мои губы гривятся с отвращением, я просто сплевываю. Прабхабхада объяснял, что даже несмотря на то, что человек занимается предным служением Кришне, в его уме могут возникать мысли, желания, чувственных наслаждений. Но преданный он отвергает эти желания. Он не проявляет терпимости, благосклонности или гостеприимства к таким мыслям. Например, если кто-то звонит вам в дверь, звонит звонок. Вы открываете дверь и видите, что там стоит кто-то очень хорошо одетый. Их речь очень приятна. Но если несмотря на их приятные слова, на их дорогую и красивую одежду, вам известно, что перед вами убийца, что вы сделаете? Вы тут же захлопните дверь, позовете полицию, чтобы они схватили этого преступника. Но если вы подумаете, ну, может быть, он не так плохо, как говорят. Его слова столь приятны. И вы пригласите его к себе домой. Посадите его, высадите. Предложите ему чашечку чая. Заведете с ним беседу, как поживаете. Зачем вы пришли? Ну, я просто пришел застрелить тебя. Подобно этому майя тоже стучится в нашу дверь. И мы ей говорим, пожалуйста, заходите. Это глупость. Мы должны спустить ее с лестницы. Вот это и есть невритий марк. Если мы пытаемся подружиться с майей на материальном уровне, то мы не сможем прогрессировать. Мы должны подружиться с Кришной. Иметь веру в Него. Иметь веру в Ачарьев. Мы должны верить в то, что они могут помочь нам. Но если мы станем санатхой, если мы сделаем Кришну своим хозяином, своим господином, тогда мы будем в полной безопасности. Вопросы? 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 Дв이드аж? Дв Which of the principles of Shara Nogati is the main, the foremost, major? Or basics? Атманик Шепа – предаться, полностью предаться Кришне, посвятив Ему свое тело, ум и речь. Но все принципы Шурана Агати важны. Нельзя, невозможно полностью предаться Кришне, если нарушается какой-либо из принципов Шурана Агати. Невритимаг – это означает, что мы должны научиться разочароваться в материальном мире, в материальном жизни? Да, мы не можем духовно прогрессировать или встать на духовный путь до тех пор, пока мы не поймем, что этот материал мир воняет. Подобно дохлой крысе. Если мы понимаем, что любые наслаждения в этом материальном мире не так же вонючие, как крыса, сдохнувшая несколько дней назад, тогда мы можем начать духовно прогрессировать. Чайтани Махапрабу называл материальную жизнь «отходным местом», то есть местом, где человек справляет свою нужду. Какие туалеты можно встретить у вас в деревнях, то есть деревянные строения типа МЖО? То есть, куда люди испражняются, и там все эти испражнения остаются, испражнения, так сказать, всех жителей деревни. Но в Индии такие места еще более зрелищны. Потому что на жаре, так сказать, все эти испражнения начинают проходить у них процесс херметизации. То есть начинают они тухнуть иными словами. Поэтому преданным полезно посещать такие туалеты, поскольку это материальная жизнь в миниатюре, материальный мир в миниатюре. Как Пропадот рассказывал историю про правдивость, истина и красота. То есть о девушке, которая отделила эти составляющие, элементы, составляющие ее красоту, она отделила от своего тела. И тогда этот романтично настроенный юноша сказал, что ты та же самая девушка, но где твоя красота? Куда делась твоя красота? Она сказала, что я ее сохранила отдельно от себя. Хочешь посмотреть? Зависит. Зависит. Зависит.